В нашей инженерной школе всегда присутствовало в различных направлениях техники умение, знаете, так вот, из ничего находить такие решения, которые вроде бы и простые, и дешевые, и неожиданные, и эффективные. Это вот присуще нашей инженерной школе, действительно, это с российских времен, потом с советских времен. Мозгами-то мы не оскудили, естественно, голову-то есть. А сама отрасль, к сожалению, на мой взгляд, пребывает в стагнации сегодня. После 1992 года, когда Союз развалился, финансирование господин Гайдар, которого сейчас пытается представить чуть ли не спасителем Отечества, значит, он же первым делом закрыл финансирование ракетно-космической отрасли, между прочим. И поэтому, когда мы развалились, и отрасль, и космонавтика оказались в ситуации, когда денег нет даже на то, чтобы финансировать и поддерживать полет космической станции, там с трудом выбивали деньги. А американцы, которые собирались в 1992 году запустить свою станцию Freedom, они же закладывали и потратили не один миллиард долларов, чтобы создать свою станцию Freedom в 1993 году. И они не смогли этого сделать, потому что у них не пошла система жизнеобеспечения. И когда мы развалились, нищие, умные с техникой, они пришли и тут же сказали, а теперь мы готовы с вами сотрудничать, давайте вместе на вашей станции. Хотя за 3-4 года до этого, в советское время, когда мы им предлагали сотрудничество, у вас шаттл, у нас станция, они даже слышать не хотели, это я сама, так сказать, при этом присутствовала, сама тоже, в числе других, предлагала. Мы сами все. А когда они поняли, что мы вот денег нету, а у нас уже наработки, и станция летает, а у них не получилось, они пришли. Задешево взяли то, на что мы в советское время колоссальные средства вложили. Оценили это с нашей стороны переговорщики и правительство ниже Плинтуса оценило. Задешево, почти задаром отдало им возможность пользоваться всеми теми наработками, которые, значит, у нас были за это время. Сейчас сотрудничество идет, но летаем-то мы на старом советском заделе. И что такое станция международная МКС, которая сегодня летает? Это фактически станция МИР, основные блоки, система жизнеобеспечения, терморегулирования, то есть сентеинженерные решения, которые испытаны, доведены. С нее, собственно, все это было, значит, отработано, поставлено на международную станцию. Советский задел. На чем мы летаем? На чем мы туда доставляем людей? Нас о кораблях «Союз». Потом, конечно, он был модифицирован, там другая начинка, но вот все это железо, конструкция, основные системы все равно оттуда. Да, мы их доводим, да, улучшаем, но это старые изделия, надежные, хорошие. Но, тем не менее, это не новые изделия. Но если мы на ней 30 лет и 35 лет назад летали, и сегодня мы на ней привозим туда космонавтов, сейчас мы и американцев будем возить, договорились, за 700 миллионов долларов, значит, на два года, там, или на три, до 14-го года, мы будем их возить. Но они за это время соберутся силами, я думаю, что они создадут какой-то новый, значит, или корабль, или носитель, они работают над этим, они не особо кричат, хотя это известно. Но они создадут новое, но это будет новое совершенно поколение, понимаете? Ведь можно сейчас, вот все знают, о, самолет пятого поколения, говорят, да. Можно же работать над самолетом третьего поколения, все время его доводить, 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 а другие создадут пятый, шестой, американцы уже шестой истребитель поколения сейчас закладывают. Так же и здесь, то есть можно бесконечно совершенствовать и вылизывать старую технику, но у нас нет в заделе, значит, действительно реальных, перспективных проектов. Но это нет, потому что не поставлены задачи, они не сформулированы. То есть у нас сейчас нет людей в руководстве космической отрасли и в космической, значит, корпорации, которая пилотируемая космосом, занимается РКК «Энергия». То есть нет людей уровня Королева, Глушко, Келдыша, еще, значит, тех, кто, вот, скажем так, своими идеями зажигали и руководство страны, и, значит, окружающих, ставили большие задачи. Им иногда казалось, что вообще фантастические задачи, но их можно решать, потому что наша инженерная мысль и техника может, на мой взгляд, я уверена, любые задачи решить. Только поставь задачу, финансируй, создай условия. Это наша особенность. Это касается и оборонной промышленности. То есть если нам ставятся задачи, обеспечиваются условия, мы любое оружие создадим, любую технику космическую создадим. Но сейчас нет людей, которые бы ставили задачи. Одно утешение, что у американцев тоже нету Вернера фон Брауна, который их на Луну доставил. Вот единственное, чем остается утешаться, ну, в общем, мы в стагнации. Поэтому меня очень беспокоит, ну, что любая сложная техника, неважно, пусть это космонавтика, авиация, может быть, значит, морские какие-то проекты. Если они не развиваются, если они не ставят задачи, не решают новых каких-то таких крупных проектов, они обязательно потом умрут. Даже по состоянию, наконец, с 90-х годов, еще до 2000-х. Это по заявлению господина Коптьева, который он нам совершенно официально, будучи руководителем, значит, космического агентства, говорил, что у нас более ста уникальных передовых технологий было безвозвратно потеряно. Безвозвратно. Это значит, если мы сейчас захотим сделать, ну, какое-то изделие, материал, которые разрабатывались под Буран, под какие-то военные проекты, еще, там же уникальные были разработки. Значит, мы их просто не сможем. Ни документации, ни людей, ни, значит, станков, ничего. Надо все начинать сначала. Это было конец 90-х годов. Как вы думаете, за прошедшие годы мы потеряли еще? Конечно, еще потеряли. Когда сегодня говорят про инновации, вот слово умное – инновации. Что такое инновации? Инновации – это когда, это, ну, по-русски говоря, это внедрение вот передовых новых прорывных технологий, их надо внедрить. Внедрить в промышленность, в разные направления. Так нам скоро будет нечего внедрять. Потому что, когда вся система в стране поражена коррупцией, когда своих людей везде ставят, когда денежные потоки направляют, и это самое главное, куда чего направить. Ну, при такой системе руководства страны, и страны, прежде всего, правительства, ну, больших прорывов нельзя ожидать. Зачем им нужны прорывные проекты, например, в космонавтике? Зачем? Это, ну, люди в основном, так сказать, в чем-то и временщики. Так же, как у нас на нефти сидят и так далее. Поскорее выкачать, деньги получить, а там пусть у нас хоть потоп. Нужно менять саму экономическую систему, социально-экономическую. Должны люди прийти, которые действительно ставят интересы и государства. А государства – это общество, государства – это люди. Людям же тоже хочется, чтобы гордиться страной, своей космонавтикой. Пока это не изменится, мы так и будем, к сожалению, стагнировать. Увы, я должна, это мое личное мнение, но я вижу, что это вот так и происходит. Ну, есть на чем летать, пока будем летать. Это вот, на мой взгляд, самая такая печальная ситуация, которая сегодня... И поэтому, когда мы сегодня говорим, вот празднуем там юбилей полета, праздник, ну, со слезами на глазах для тех, кто понимает, в каком сейчас мы состоим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова